Признать Федорову, Раису Андреевну, виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 235 Кодекса Российской Федерации и назначение наказания для лишения своего суда на 3 года. Назначенную меру наказания считать условно. Этих слов ждали с нетерпением. Ждали родители погибшей девочки Миланы, которую привезли к костоправшей Федоровой на смерть. Ждала сама целительница, она своей вины не признала. Ждали правоохранители, ведь это первый случай, чтобы лекаршу-самозванку осудили за незаконную практику с убийственными последствиями. У нее образование 7 классов, она никогда не училась. Зато у Раисы Федоровой был так называемый божий дар и редкая наглость. На своей двери самозванка разместила вывеску «Народный целитель» и ломала людей без малого 30 лет. Некоторым помогала, и слава об ее искусстве гуляла по всей стране. Тебя занесут на руках, а от нее ты выйдешь на ногах. Ну, тут сразу как-то блеск в глазах, огонек, надежды какой-то сверкнул. Ну, поехали к ней. Меня занесли на руках, но вынесли уже с ожогами ног. У Елены тяжелое заболевание спинного мозга. Женщина не чувствует ног. Но даже это не смутило костоправшую. Пациентку на 40 минут обложили горячими грелками. Потом Елену лечили полтора года. Уже представители традиционной медицины. Мясо отходило, все кусками, вот это вот гной, соответственно, это все лечили, лечили, лечили. Ну, концовки залечили. Но шрамы остались до сих пор. Елена до сих пор не может спокойно смотреть на уродливые шрамы. Она понимает тех, кто идет к цевителям, но теперь точно знает – это хождение по мукам. Это не лекарь. Их нет лекарей. Это просто аферистка. Им имя легион. В газетах, в интернете целители, знахари, гадалки и прочие скулапы из народа. Обещают вылечить все, даже онкологию за две недели. А вы вот как лечите? Просто по-разному. Бесплодие тоже берутся поправить. Некий целитель обещает помочь. Диагноз ставит по телефону. Так сказать, проводит опрос потенциальной пациентки. Спазмы живота внизу бывают? Ну, иногда бывают. Ну, я думала, у всех бывает или нет? Смотрите, давайте я с вами курс проведу, а там дальше посмотрим. К ним и вправду очереди. Цена риска и иллюзия от нескольких сотен рублей до десятков тысяч. И бороться с этой ордой спасителей почти невозможно. Подразумевает административную ответственность. Размер данной ответственности в виде штрафа до двух тысяч рублей. По уголовному кодексу только в случае наступления последствий негативных. То есть в случае причинения вреда здоровью пациента, либо в случае причинения смерти пациенту. Но больным людям, потерявшим последнюю надежду, обычно недоразбирательство. Поэтому шарлатаны спокойно продолжают свою практику. Идти к ним или нет, конечно, личное дело каждого. Но гостоправшая Федорова приговор так и не услышала. Самая знаменитая оренбургская целительница приболела и лечилась отнюдь не у коллег по народному цеху, а в государственной больнице у профессиональных врачей. Елена Кузнецова, Вадим Доминов, Дмитрий Журавлев. Наше время. Елена Кузнецова, Вадим Доминов, Дмитрий Журавлев.